всем привет продолжаем узнавать что-то новое я узнаю вместе с вами гедеон библейский персонаж ветхого завета 5 подсчета и судей израильских во имя деятельности геона 11 век до нашей эры пользуясь нравственным упадком и политической раздомленностью евреев младенитяне и другие сыны востока предпринимали против них нашествия с года в год явился гедеон отважный воин два старших брата его погибли в борьбе с врагами израиля получив высшее призвание к избавлению народа гедеон с небольшим отрядом из 300 воинов сделал удачное ночное нападение на мадонитян которых было как саранча ужасе и ночной суматохе они рубили друг друга и в беспорядке бежали за иордан надолго оставив похою хана слава победе гедеона разнеслась по всей стране и благодарно народ предлагал ему наследственное царское достоинство и одновременно сменить форму правления на монархическую но гедеон отказался от этой власти который видел нарушение принципа установленным богом через моисея для израильского народа по которому правом высшего водительства обладали назначаемые судьи сам гедеон дожил до глубокой старости оставив от своих многих жен около семидесяти сыновей народе гедеон получил название ировал то есть противоборец валу за то что разрушил жертвенник установленных честь этого языческого божества православие почитается святым сонми пророков память совершается 26 сентября по юлианскому календарю или 9 по грегорианском росписи посвященные гедеону имелись средней золотой палате кремля вот так вкратце пользуюсь википедией о гедеоне библейском персонажа и ветхого завета пока пока до свидания и и